Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовы. Сегодня в выпуске хотел бы рассказать, как почистить блёсна. Сейчас уже время близится у нас к осени, к зиме. Время доставать зимнее снаряжение, проверять. Скоро, я так думаю, начнёт сезон. Остался буквально, наверное, месяц. До первого достава, может, и там уменьшу. Итак, достаем старые блёсны. Латунные. Медные блёсинки. Вот они уже за лето, за весну, они у меня довольно-таки сильно окислились. Сейчас я покажу, как их надо чистить. Можешь даже, для примера, взять, попробовать небольшую бормушку почистить. Используя для ловли на океан, на стук. Для этого нам понадобится небольшая полоска войлока. Её можно вырезать или из тельки. И паста Бэя. Она продается в хозяйственном магазине. Купить стоит она недорого. Вот, натирается. Войлочная вырезка пасты Бэя. Нет, чуть-чуть протёрну. Далее берёте блёсну. Вот. И пристараем её. Придаём ей боевой вид. Для начала ловли. То есть, как правило, я это делал. Там популярные самые, которые есть у меня, блёсинки. Я их использую. В первую очередь, которые на водоём приезжаю. Очищаю заранее. Можно их также чистить на водоёме непосредственно самом. Но лучше это сделать заранее. Вот. Дома, в тёплых условиях. Когда у вас руки не кусает мороз. От 25 до 30 градусов. Занимает это буквально пару минут. Чистка одной блесны. Быстренько. Частthereчная História. Чистка одной блесны. Ьоу. Чистка. Ну, в принципе, готово. Блесень канала почищена, блестит. Для того, чтобы было заранее. Блесна готова. Также можно быстро чистить те же самые мормушки. Мормушка я использую для стука. Подсадка идет куда у меня живец мелкий. Это пескарь. И другая мелкая рыбка. Интернет. Следующий. И еще один. Уступим. putz Bond. и вот так. Дальше все автоматическиỉ. если не получается вот сейчас допустим например я почистить почистил если тяжело добиться необходимого результата то есть более ярко очистить можно использовать также бумагу нулевку раздачную надо помнить о том что она прежде всего царапает поверхность зачищаемой приманки и почистить ее быстро почистить она будет также быстро окисляться нежели чем если вы будете чистить то же самое паста Гоя наждачная бумага берется для шлифовки нулевка самая мелкая вот в принципе и все сейчас я покажу в результате ручки очень острые в принципе все сами можете видеть мормушки отполированы довольно таки быстро на выборах лучше всего для мелких блесен использовать конечно пасту Гоя то есть чистится она лучше и вредится соответственно поверхность у нас самой блесны она никак не вредится не царапается не нарушается покой занимается чуть больше времени нежели наждачная бумага но качество шлифовки качество чистки блесен гораздо лучше все блесенка почищем сейчас я для сравнения покажу точно такую же блесну которая не чищена можете сравнить та которая блесна почищена вот она более яркая и соответственно та которая не чистила пасту Гоя вместе с вырезками с маленькими такими кусочками иголок я всегда ношу с собой в коробке для блесен всегда она у меня есть потому что мало ли особенно в конце зимы или середины зимы когда уровень кислорода в воде очень маленький и блесны буквально моментально окисляются в процессе ловли то есть с утра начинаете ловить там все это на малых водоемах на блестящую блесну и уже под конец рыболовного дня она моментально окисляется становится чуть ли не черная там где присутствует очень много водорослей на дня вот периодически приходится почищать в принципе все все кому понравилось видео ставьте лайки все всем удачи не хвастаньте шуи ребята увидимся хвастаньте шуи